Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Андрей, и вы смотрите программу Фейк Машина. В последнее время мне начали активно прислать видео на проверку, и сегодня мы будем проверять то, что мне прислали наибольшее количество раз. Два раза! Опыт называется «Горячий лёд». Если говорить языком химии, то это перенасыщенный раствор ацетата натрия. Чтобы его получить, нам понадобится классический набор, который состоит из соды и уксуса. Сода и уксус у меня на кухне, поэтому я их вам не показываю, ну а мы сейчас идём на кухню всё проверять. Получать ацетат натрия мы будем следующим способом. Нам понадобится 200 мл уксуса. 9% и для 9% уксуса. 200 мл нам понадобится 18-25 грамм соды. Эти расчёты я, мягко говоря, стырил, так что не нужно писать, что они не мои. Выливаем сначала, вернее, высыпаем сначала соду, поскольку золотое правило химика, кислота всегда вторая. Выливаем уксус сюда на соду. Выделяется большое количество газа СО2, но нам он не нужен. Нужно подождать, пока реакция произойдёт, и всё это отстоится. Отстоялось оно примерно через полчаса. Нужно подождать, пока здесь в середине ничего не будет происходить. После этого нам нужно его вскипятить. Кипятить нужно до того момента, пока по бокам не начнут проявляться кристаллизации. Вот, вся вода уже выпарилась, а это было не так уж и мало времени, но получилась вот такая вот белая штука на дне. Это кристаллы, и я немного сподел ковшик, но это ничего. Теперь всю эту, не знаю, массу кристаллов нам нужно залить водой с чайника горячей. И нужно сделать так, чтобы... Видите, какой пар сразу пошёл. Нужно сделать так, чтобы это всё растворилось, и раствор был идеально прозрачным. Оно получилось немного чёрное, из-за того, что я немного передержал его. И теперь нам нужно перелить его в банку. И вот нужно, чтобы оно в баночке остыло до комнатной температуры. И теперь мы ставим её в холодильник. Вот у меня небольшой блюдчик, куда я немного капнул водички, как положено, как передня говорят в этом видео. А вот наша жидкость, которую я трудами такими получил. И вряд ли это всё будет работать, но давайте пробуем. Нужно немного вылить этого раствора вот сюда вот. Ну и что? По-моему, ничего. Ещё немного. Во, ничего не происходит. Хотя, возможно, это из-за того, что я испортил его горелым веществом. То, что у нас было на нашем черпачке. Но пока что ничего не происходит, я не вижу. Но я не могу ничего рассмотреть, такого, чтобы был намёк на кристаллизацию. Что я могу сказать? Да ничего. Наверное, моя судьба поступила со мной, как с последним лохом. Вот зачем я так долго испарял эту жидкость? Неужели я не мог снять её с огня немного раньше? Как вы видели, мой образец не кристаллизировался из-за того, что я перепалил его очень сильно. И поэтому я не могу утверждать, правда это или нет. Чувствую себя немного виноватым. Дабы загладить свою вину, я могу снять неплановый выпуск фейк-машин посреди недели. Пишите в комментариях, как вы к этому относитесь. Ну а с вами был Андрей. Смотрите фейк-машину. Ставьте лайки, отправляйте видео друзьям. Не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok